Уважаемые друзья, сегодня мы сдали документы первичные и нам их вернули, отказали нам. И поэтому мы дождались, когда бумага к нам в руки попадет, а потом пошли сегодня в министерство и там пытались выяснить, в чем причина, почему нам отказали. И я хочу сразу вам сообщить, что министром юстиции является Мусин Канат Сергеевич. Директор департамента регистрации Клинчеев Алан Тулебаевич, это за его подпись мы получили письмо отказа. Непосредственно с нами разговаривали, во-первых, Шарипова Гульмира, она начальник отдела регистрации. С нею была Бурмаганова Гульдарай Раламановна, исполнитель. И с самого начала у нас разговор совсем не заклеился, потому что они говорят одно, а у нас совсем другое. Они все время утверждали, что вот у нас негодные, несоответствующие члены инициативной группы, они не соответствуют статье 8. И никаких пояснений, в чем причина, именно в чем заключается несоответствие. Это мы, говорит, не даем говорить. Мы спрашиваем, а каким образом мы тогда будем исправлять ошибки, где несоответствие, откуда мы знаем. И потом был задан вопрос, а сколько именно членов инициативной группы несоответствует. Здесь последовал ответ Шариповой Гульмиры, начальника отдела регистрации. Она говорит, что все несоответствуют. Это просто шоковое состояние для нас. Тысяча человек, все мертвые души, оказывается. А рядом с ней сидит исполнитель Бурмаганова Гульдарай. Она говорит, половина несоответствует. Интересно, вот два чиновника сидят, женского пола, и они между собой даже не договорились, сколько они должны нам сообщить несоответствую. И совершенно два разных сведения. Получается, что по одной из них все полностью в список негодный, а по второму наполовину. Потом мы сказали, ну давайте нам, дайте список тех, кого вы отвели именно. Если все, то всех обоснуйте по каждому. Поскольку мы проверяли, перепроверяли весь список. Отвели в сторону тех, кто несоответствует, то есть несовершеннолетних, иностранцев и так далее. Вбросы все, когда именно органы нам подбрасывали список в телеграм-бот. Тех, кого, в общем-то, министерство бы потом забраковало. И мы сделали чистый список. Вот они говорят, мы не даем, говорят, примеров несоответствия. Вы сами, говорят, перепроверяете. Извините, мы перепроверили 10 раз, принесли вам чистый список, а вы нам говорите, что давайте сами перепроверим. Вы должны нам сообщить. Нет, мы не даем. Вот такой абсурдный разговор. И в конце концов стало ясно, что просто они не имеют никаких конкретных примеров несоответствий. Нету. Если бы это было, они бы нам с удовольствием сообщили. Вот, вот смотрите, вот ваш член инициативной группы. Вот мы выяснили, что он несоответствует. И вот второй, третий, четвертый. Нам бы показали. Потому что они были бы заинтересованы в этом конкретном доказательстве несоответствия. Они нет, ничего не показывают. Они говорят, сами выясните. Это же абсурд. Именно поэтому мы просто убедились в том, что эти люди получили строгое задание сверху, чтобы нашу партию не пропускать. Чтобы ее не регистрировать. Даже на начальный этап не пропускать. И поэтому здесь вопросы все ясные для нас. Остается только обращаться к судебным органам, чтобы с их помощью на основании закона, а не приказов незаконных. Выяснять истину. А истина, она ясна. Мы предъявим вот эти списки. И пусть уже на стадии судебных разбирательств выясняют, а кто именно там в этом списке не соответствует. Я убежден, что они не найдут. То, что чиновники Министерства юстиции просто-напросто голословно отвергают, это все на их совесть. Они выполнили задание и все. С них, как говорится, взятки гладкие. Она все время говорит, что ваше право обжалованы. Ваше право обжалованы. Понятно, что наше право. Мы без них знаем. Но она спокойна, потому что она выполнила задание и знает, что с нее, в общем-то, спроса нет. И мы знаем, какая у нас судебная система. Можно заранее говорить, что тут будут проблемы. Но, однако, мы и будем идти по закону и восстанавливать истину с помощью тех судебных инстанций, которые должны это рассмотреть. Так, пожалуйста, здесь со мной рядом члены организационного комитета. У них тоже свои мнения. Я думаю, что вы скажете. Сегодня мы убедились, что у нас чиновниками и депутатами набирают послушных людей. Но они умных, послушных, исполнительных. Они исполняют любое желание. Но самое главное, я сказал, не умных. Во-первых, то, что именно они подсунули тот закон, который не имеет права на нас работать. Мы не зарегистрировали партию. Они суетом статью 8. Мы только создаем инициативную группу. И этот закон не действует. Мы даже предположим, что ладно, он действует. Пришли два чиновника, именно от юстиции, Гульмира и Гульдарая. Гульмира Шарипова, помню. Она говорит, когда мы спросили, сколько людей из 1600, это неправильно. Она сказала, все. То есть, мы все неправильные. Нас нету, мы мертвые души. Это все наши инициативные группы. Это друзья, это есть мои родственники. Это прям нагло врут нам. Вторая. Бурмаганова Гульдарая сказала, юрист сказала, что половину. Они даже не сговорили, да. Потом она так строго поглядела на нее, Гульмира. И она сказала, больше половины. То есть, они, во-первых, ладно не умные, ладно исполнители, они что вруны, врут глаза. И в таком государстве мы знаем, что нам всегда всю жизнь, 30 лет врали, врали, врали. У нас уже подменили правду на вранье. Ну, и, конечно, мы будем судиться. И нам, главное, не сказали конкретно, что там один виноват, два, три. Нам сказали все. А самое главное, что мы все эти данные, очень многие, как мы просили, снимали многие себя на видео. То есть, мы там две недели проверяли, а они там за пару часов будут проверить. Я уверен, они даже не копошились. Просто был приказ не принимать так, как мы оппозиционная партия. Сразу сказали, мы оппозиционная партия, мы за народ. Мы хотим, чтобы у нас была демократия, справедливость. И вы видите, что уже с самого начала нам стараются поставить палки в колеса, не пропустить. Но мы будем драться и будем всегда говорить, кто, что, какое нам препятствие учиняет. Подписал директор департамента Ленчи Алан Тулебаевич. Чтобы знали, он подписал этот документ. Конечно, он есть в Фейсбуке, я у него лично спрошу, какие у нас нарушения. И сколько он скажет? 100%, как одна сказала, или половина, или чуть больше половины. То есть, у них было два ответа. Поэтому я верю, что правда, она победит. От правды не убежишь. Алга Казахстан. Итак. Продолжение следует...